всем привет дорогие друзья значит видите сегодня в перчатках это неспроста потому что вот этот дозиметр мне прислали на проверку и возможно его загадили радиоактивной грязью которые глазу невидимо мажется и дышится вдыхается сейчас будем разбираться попросил человек проверить его прибор дозиметр мкс 01 с 1м на наличие загрязнений и поломок ну понять что с ним потому что он его включает и у него постоянно завышенные показания фона везде где по не находился давайте это проверим значит крышка от него включаем прибор я уже снимал видео ним действительно завышенного 55 микровенген 40 микровенген час и так постоянно показывает фон 35 микровенген час это не нормально сейчас будем разбираться чем тут дело крышечку беру потому что это источник мы не думали что это от него светит радиации нет он постоянно так показывает возможно это корпус мажется либо счетчик замазан либо уже счетчик выработку имеет либо помирает уже плата какие-то ради детали просили неисправность есть ли в щечке или замазан прибор вот сейчас надо разобраться что делать в этом случае вот сейчас при вас это буду делать а вы посмотрите поняли что показывает завышенные показания в первую очередь что делаете выключаете прибор одеваете перчатки конечно же обесточиваете батарейки кто не знает вот вот так достается быстрее всего об руку ударили и они вылетели в первую очередь надо проверить не разбирать его проверить снаружи другим дозиметром желательно чтоб он был профессиональный то есть очень чувствительный не какой-то там бытовой радиоскан серьезный прибор с хорошими чувствительными счетчиками у меня таких много возьму любой вот например пошук мкс 0 7 днем счетчик из bt 10 а стоит включаем его берем блок для бета частиц я конечно по серьезному мере я прям его разбираю потому что снимаю вот эту крышку и оголяю слюду полностью вот счетчик с bt 10 а стоит максимально тонкой слюдой насколько это возможно для такого размера огромного слюды вот никаких помех прибор не ловит отлично сделан залито все лаком так смотрим что у нас 6 бета частиц на сантиметр квадратную минуту влетает ну до 10 максимум сигнализация у меня поставлено малейшее превышение и берете прибор и замеряете этим серьезным счетчиком голос слюдой полностью все стороны скорость этого счетчика и скорость реакции у него моментальная полсекунды значит прибор чистый снаружи крышка батарейного отсека тоже тоже чистый значит теперь надо приступать к разборке потому что превышение большое если там было на один микро венген и даже не заметили тут постоянно 40 микро венген показать четыре болта вот этих откручиваете крестообразная твердка снаружи прибор чистый смотрим внутри вот так он открывается вверх заодно посмотрите внутренности прибора вот есть сюда уже кто-то лазил потому что они содрали вот эту бумажку счетчика была заклеена ну она как диэлектрик платье чтобы не коротила ничего на плату может кстати в этом и проблема может она коротит на плату и показания где-то вот фантомные возьмем малярную бумагу вот такую клейкую я заклею сделаем диэлектрик здесь надо заизолировать потому что счетчик сейчас катодом металлическом с нержавейки коротит на плату надо это все заизолировать хорошенько обязательно лучше всего использовать малярку не скотч так хорошо теперь проверяем внутри ну как ни странно но пока что все чисто сейчас достану плату вот экран кстати хороший смотрите какой кто не видел внутренности прибора то пользуйтесь случаем рассмотреть я вам покажу в 4к можете скриншот сделать поставить на паузу и рассмотреть даже все номиналы смд детали я так покажу чтоб видно было вот динамик динамик от вот это плата динамик так ну нам самое главное счетчик проверить эту плату потому что он может они вот голой слюдой вот так вплотную приставляем и смотрим если какие-то превышения 11 9 на плате нет уже бы давно увидели на 40 микрорентген у меня сигнализация вообще стоит на 15 микрорентген здесь счетчик замеряем вот здесь торчат вот эти саморельзы очень опасно так мерить надо их достать они острые можно проткнуть слюду очень опасно достать и теперь замерять только обязательно голос людой по-другому так вплотную по-другому вы ничего не зафиксить не найдете никогда ну нет чистый с этой стороны счетчик значит с другой стороны надо его замерить откручиваем его достаем значит это решетка покрашена порошковой покраской вижу и приклеим ее снять невозможно мы замеряем так вот так скрытку слюде и с этой стороны ну-ка что там показывают чисто крышка чистая с решеткой все отлично теперь саму следу замеряем этого счетчика представляете один счетчик меряет другой смотрите какая разница в размере здесь площадь слюды какая у sbt 10 а и здесь вот эта маленькая кроха я вижу это это 11 счетчик ну теперь прислоняем максимум близко к слюне ну давайте сделаем вот так через телефон вот за два миллиметра я прислонил за один миллиметр нет никакого превышения абсолютно чистый фон чистый фон ясно но этого достаточно потому что это счетчиков самые чувствительные в мире на сегодня в нем 10 анодов и внутри расположено 10 счетчиков гейгера мюллера вот эти 10 анодов и самая тонкая слюда он самый быстрый соответственно самый чувствительный ну ладно значит прибор все-таки чистый но это конечно не к добру потому что другая проблема получается у этого человека чей-то дозиметр кстати счетчик смотрите на вид он хороший даже имеет райдужную окраску чем-то заляпан конечно слюда заляпана видите есть какие-то точки брызги накипь значит это ватной палочкой нужно сейчас протереть сейчас это и сделаем грязный может это радиоактивная грязь и очень-очень слабо фонит хотя я сомневаюсь альфа частицы зафиксировал sbt10a на расстояние вот в 2 миллиметра но мы сейчас это сделаем так как правильно протирать следу берем ватную палочку но сразу ей нельзя нужно ватку вот эту снять чтоб вот эта твердая пластмасса ей вы чтобы не прокололи случайно не повредили